Бывший завод Ниссана в Петербурге, символически проданный Федеральному институту НАМИ, уже в январе-феврале будет не просто передан в управление, а оформлен в собственность АвтоВАЗа. И осенью начнет ДКД-сборку китайских моделей классов C и D. Под маркой LADA или под оригинальными брендами пока не ясно. Зато Максим Соколов откровенно пояснил, зачем АвтоВАЗ забирает брошенный завод. Чтобы не дарить его конкурентам. Чтобы не было неконтролируемой канализации с нашим модельным рядом. Но ведь что получается? Мы вкладываем большие инвестиции, как я уже сказал, в 40 миллиардов только в следующем году. А запуск по развитию Гранты или платформы Веста в целом будет даже на вскидку более 60 миллиардов. Вкладываем в новую продуктовую линейку. А потом приходят китайские бренды, договорившись на пустующих мощностях сборки низколокализованных автомобилей. Да на которые еще планируется иногда в низком ценовом сегменте, ниже 2 миллионов, давать государственную поддержку. И они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги. По мнению Максима Соколова, участвовать в государственных программах должны автомобили, локализованные более чем на 2000 баллов по методике Минпромторга. На дофевральском рынке такой уровень демонстрировали только Лады, УАЗы, плюс Рено Логан и Дастер. По 1500 баллов набирали петербургские Хёнде и Киа, докалужские Поло и Рапиды. Продукция других заводов и того меньше. Я считаю, такие модели высоколокализованные нужно поддерживать. Этот скачок должен происходить постепенно, когда будут сделаны соответствующие инвестиции в развитие российской автомобильной промышленности. Когда эти инвестиции будут сделаны, но не под будущее, а до этого надо просто показывать впереди эту морковку. За последний год в России запустилось сразу несколько отверточных конвейеров, которые, несмотря на низкий уровень локализации, уже получили или активно претендуют на государственную поддержку. Она должна быть направлена на только те модели, которые имеют высокую долю локализации. Ну уж точно выше, если говорить о 719 постановлении, выше двух или даже двух с половиной тысяч баллов. Потому что все остальное вылетает, как я уже говорил, в трубу. Она идет на поддержку тех продуктов, прибавочная стоимость которой создается за территориями Российской Федерации. О ком идет речь, понять нетрудно. С подачи журналистов в разговоре упоминался тульский Хавейл. Но вспоминается «Москвич» и «Липецкий Эвалют», сходу получивший доступ к программе субсидирования кредитов на электромобили.